продолжаем нашу с вами вакханале по поводу subaru я промазал все швы покрасил изнутри стаканы там кстати еще герметика довалил но это так палец вытер короче приварил эти за что цепляется короче сетка в багажнике вот здесь они вот открученные были их здесь не было краска уже высохла краска очень быстро сохнет классная хорошая краска зеленая димон привет вот там там тоже все покрашено здесь покрашено сами арки сами арки здесь бабахнул еще герметика добавил вот так вот арка выглядит поварил усилители 4 миллиметровой толщины по-моему 4 сантима в ширину они ну короче вот так вот два усилителя швы 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 не сплошняком а такими короткими шовчиками так вот такими вот прок 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 вот так вот все помазал замазал герметик Сейчас сначала я поварил, потом почистил, потом пролил краской внутряк весь, чтобы ржавчины там не было. Краской пролил, отсюда у вас баллончик дул краска, отсюда она вылетала, то есть там все в краске. Потом это все высохло, потом я все это дело замазал гермитосом. Ну и здесь уже подкрашенный герметик, здесь вот так вот, вот так вот, вот так. Здесь вот тоже вот так вот, тоже усилители туда-сюда, досталось горловине, я ее тоже покрасил чуть-чуть, ну дольше жить будет. Вот, тут вот так, вот так, вот так вот, ой, засветка, вот, все закрашено, замалеварено, весь герметик туда-сюда, лесим-трясим, вот здесь тоже все закрашено. Сюда прям наливал краску, чтобы прям аж она туда затекла, а потом сюда еще и антикорс зальем в эти вот, как раз в эти полости и погреем, чтобы он там растекся весь такой хороший. Ну, чтобы прям вот он заполнил там все-все-все. Ну и здесь тоже вроде бы так вот, вот так вот покрасил. И дальше будем носить вот такую штуку от компании Навол, называется Next. Ну, Gravitex 5000, ну это типа новая линейка у них какая-то там, Next, герметик и средство защиты для кузова, два в одном. Это, по-моему, должно быть белого цвета, кстати. Ну, вот там был только такого, по-моему, черного я не нашел у них, Gravitex. Как вы думаете, почему, когда с Японии приезжают к вам запчасти, они приезжают как новенькие? Вон подрамник лежит, в машине пробег, по-моему, ну где-то, ну минимум 100-100 тысяч километров на машине. Потому что меньше 100 штук машины из Японии не приезжают в Россию. Это вот как пить, дать, вы можете там карфаксами кидаться там и всякой-всякой фигней, все это ерунда. Минималка, 100 штук они приезжают и тогда их, короче, в утиль, ну то есть в Россию. И они приезжают в таком состоянии. Знаете почему, как новенькие? Потому что там нету говна на дорогах, там нету абразива на дорогах, нету песка, грязи, вот эти все вот эти вот шалупони, солей. Ну, скорее всего, там есть какая-то химия, по-любому сыпят, льют чем-то там. Но абразива там минимальное количество, поэтому там машины не пескоструются. Поэтому противотуманные фары из Японии, они как новые, только что из магазина, ну да, на них там чуть-чуть грязи. Это фигня. Ты ее помыл, она реально нульцевая, ее даже полировать не надо. Это туманка, хотя туманка на субаре стоит в самом нижнем положении, то есть ниже уже некуда, самый низ бампера. Весь вот этот вот песок сюда фигачит, и она должна быть мутная, матовая, но она у меня уже матовая. Они с Ладика приезжают прям писечки, новенькие, фактически. Вот так вот. Поэтому сюда нужен подкрылок, по-любасу. Там от Волги, от Шмолги, от чего-то там, надо, короче, сюда колхозить по-любое. Иначе всему будет правильно. Она самая пилотка. Придет всему, и все эти вот затраты, все вот эти вот мучения, они все бесполезны. Изи, изи, детка. Гравитекс я навалил, короче. Бля, вообще такой цвет у него офигенский. Блин. Даже не знаю, песочный, представляете? Сами смотрите. Блин. Представляете, такие прикольные парки. Офигеть. Короче, и все ништяк, только есть маленькое но. Вот здесь вот я мажал герметиком, который называется у нас вот так вот. ROXEL PRO 551223. Вот такой вот герметик из тубы. Здесь, по-моему, 310 миллилитров. Сколько это в граммах, ну, то есть по весу, фиг его знает. Но фишка в том, что я этим герметиком промазал все стыки. Промазал вертикальные вот эти вот усилители. Промазал все арки. То есть вот прилегание арки к этому канту. Вот, все-все-все я им промазал. И он еще даже не закончился. Так вот, о чем я. Смотрите, видите как? Опа, порвало. Здесь был герметик Реофлекс. Вот такой вот. Дешевенький. По-моему, рублей что-то там чуть ли не 600 за 800 грамм. Сколько объема, я не знаю здесь. Может быть, один литр. Но не суть. Короче, вот там, где был герметик Реофлекс, вот этот вот, там порвало. А там, где в швах был местами, видите, где не порвало, где шов нормальный, там был герметик вот этот вот Роксал. Или как он там, Роксал, да. Это его не порвало. Ну, порвало это, порвало вот этот вот наш с вами Гравитекс порвало. А под ним еще и герметик. А он еще и крашеный. Потому что, ну, не может из-за краски порвать. Вот здесь порвать из-за краски, а здесь не порвать. Хотя и то, и то крашено одной и той же краской. Поэтому это не в краске дело. Это дело вот именно вот, я так понимаю, что в герметике. Хотя, фиг его знает. Короче, не знаю. Знающие люди, напишите. Но получилось, короче, вот так вот. Заливную горловину. Ну, вот она тоже вся крашена. Но на ней же ведь не порвало. Сто полов герметик Реофлекс виноват. Потому что вот Ареол. От герметика Реофлекс. И вот по краям его порвало. То есть он очень долго газит, короче. Короче, получилось вот так вот. Во, какая красота. Я и пороги поддул. И туда, и сюда. И там, короче, и внутри там все. И там, вон, там все поддул, короче. Все вообще ништяк, огонь. Мне, честно сказать, нравится. Вот здесь вот же ведь крашеное у меня было. И не порвало. И ничего. Короче, я хрен его знает. Пускай сохнет. Там написано. Короче, полное высыхание 24 часа. Ну, мы сейчас пойдем покупаемся. Это часик и так, наверное, полтора-два пройдет. Как раз оно подсохнет. Надо только вытяжку включить, чтобы это прометривалось здесь. И приедем. Антикор зафигачим. Жирненький такой прям вот. Ух, чтобы хорошенький был. А теперь купаться. Потому что, блин, что-то жареще. Сколько сегодня грамотцев? Вот сегодня у нас, опа, 29, ребят. Тридцаточка. Тридцаточка в гараже. Ну, на улице может быть 27-28. Для нашего региона это не маленькая температура. Блин, у меня, по-моему, вся рожа в этой. В Грейтексе. Но пистолет мне, кстати, понравился. Русский мастер. Удобный, классный. Кладет вот так вот. Прикольно. То есть, надо тебе там баранки разных там, так сказать, величин наваливать. То ты берешь кучу, этот барашек, короче, он становится. Либо, короче, он наплевывает. Получается, как вот с завода, типа. Либо вот можно побольше открыть, довлекать. И он будет прям вот размазывать гладенько, гладенько. Короче, сохнет. А мы с вами купаемся. Немножко переводим дух. Раз, два, три. Блин, она холодная. Капец. О, жескач. Она внизу ледяная. Ты что меня наколола за нас? О, фигеть. О, ну, ну, ништяк. Вот здесь вот тепло. Прям вообще ништяк. Ну, может быть, 22. Ну, не 27, нет. Жескач. Блин, много воды что-то налили. А, ништяк, классно. Можно плавать. Ну, что? 9 вечера. Во. 9 вечера. Гравитекс подсох. Прям вообще. Прям вот. Прям совсем, видите, какой классный цвет. Прям все сухой. Все класс. Ну, как и должно быть с гравитексом. То есть, ничего удивительного. Вот здесь вот не очень высох, потому что фонит герметик, я так понимаю. Вот. Так. Ну, я, собственно говоря... Эх, нифига, здесь дорвало. О, мягкая прям. Блин. Вот. Я что думаю? Я думаю, что... Я как бы предполагал, что клиенту не очень зайдет такой цвет. Вот. И он будет отбрякиваться. Как по мне, так вообще прикольно. Хе-хе. Ну, то есть, это родной цвет. На самом деле, подкрылки, они все такие, но просто потом еще и крашены. Как бы я предполагал, что клиенту будет не очень. Это по кайфу такой цвет. И я заранее купил еще и банку 950-го Боди. Стоит недорого. Вот. Это резинобитумная мастика. Так сказать. Пишут они, что это антикоррозионный состав. Короче, нормально. Для подкрылок сойдет. Будем ей задувать. Придется еще раз пистолет мыть. Че поделаешь. Ну, как бы я и, собственно говоря, предполагал, что так оно и будет. Ну, вот. Вот да, собственно говоря. Вот сейчас стою вот так вот, болтыхаю. Вот. Я думаю, что весь баллон и уйдет, как раз у нас. Так, ну, я задул Боди. Получилось вот так. Он уже практически высох, не поверите. Но он не рвется. Покрытие прочнее. Как бы так сказать, что ли. Ну, вот так вот. Все, и порог чуть-чуть поднул, и оттуда вы изнутри, и снаружи, и отсюда, и отсюда. И вот с этой вот стороны тоже все подзадул. Горловина осталась беленькая. Ну, блин, а что смысл уйдуть? Все равно здесь будет вот такой вот огромный чехол пластиковый, и ничего не будет видно. Вот. Так что все поднул. Все красиво. Порог тоже дунул. Вот так вот. Все осталось собрать тебе. Ну, что, антикурчик я набросал. Даже себе на руку чуть-чуть. Немножечко. Вот. Сейчас покажу. А вот так вот получился антикурчик. Вот тут вот все, короче, залито. Там все нафиг залито. Видите, вон. Вот, знаешь, какая. Пока еще не высох даже. Толков не застыл. Здесь тоже все позадувал. Здесь под фарами. Здесь все. Ну, и здесь тоже. Все, все, все. И под крылок там изнутри. Здесь все. И порог здесь тоже прошел. И здесь тоже все поназадувал. И здесь навалил. Вот. И там тоже самое. Все. Вот так вот. Вон, аж какой туман выходит отсюда. Ну, машина тоже всяк, короче. В антикуре, посок антикур. При распылении превращается в пыль, в туман. Заполняет все полости. И проникает везде абсолютно. Вот там вот. Вон там. Все позадувал, короче. Здесь все. Здесь тоже. Тут внутрики эту полку тоже. Сюда и сюда и туда, короче. И туда надув. Ну, короче, все. С антикуром закончено. А, ну и днище тоже все. Днище все так же. Не знаю, что там вам видно, не видно. Все освечивает. Бензобак вон потемнел теперь. Намок от антикора. Здесь все в антикоре. Все вон там в полости. Все, все в лонжерон. И туда, сюда. И сюда, и здесь. Ну, он на солнышке постоит. И все это дело потечет. И все это впитается. Впитается в железо. Впитается в краску. Впитается в ржавчину. И все это дело закупорит нафиг. Вот так вот. Ну, и подкрылки тут тоже все блестят. Все в этом антикоре. Здесь все то же самое, короче. Порок тоже, короче, в антикоре. Туда тоже и сюда. И внутряка, и сюда. И, короче, везде. Он есть везде, только я. Так что сейчас надо будет допылесосить там все. И снимать эти покрывалки. Ставить бампера. Сюда-сюда. Аморты будем ставить. Короче, собирать ходовку. Ставить машину на колеса. И надо ее завтра уже отдать. Пока не забыл, что куда и нахрена. Давайте покажу, как я заглушил. Удалил адсорбер. Смотрите. Вот, короче, трубочка. Вот эта вот, да? Которая для доп-слива. То есть, для того, чтобы горловина дышала. Вот она. В нее одевается самый толстый шланг по диаметру. Диаметр у него примерно вот такой вот. Ну, такой. Нормальный диаметр. Вот. Его я делал на трубочку. Вон видно, да? Вон она. Вон она металлическая. Вот. Справа. Вот здесь вот. С краю лонжерона сверху. Выходит тоненькая такая трубочка. Вот. Она очень хорошо дышится. И на нее я поставил фильтр. Это вентиляция бака. Как я понимаю. Но походе, скорее всего, вот так оно и есть. Надо вот здесь вот будет ее прицепить хомутом. Чтобы она здесь не скакала, не плясала. Вот. Это вентиляция бака. А вот здесь вот был средний, толстый и тонкий-толстый. Тонкий-средний. Минут 5-10 пятого. 4-5-10 пятого утра. Вот такой вот. Это вот толстый-средний. И такой же есть тонкий. То есть у него оболочка тоньше. Внешний диаметр меньше. А внутренний такой же. Ну, то есть вот таких вот два шланга. Я вот их вот заглушил болтами. Стянул стяжкой от проводки, которая была здесь на клапана. Вот. Проводку я вывел в багажник. Вот сюда. Понимаете, да? Вот это вот такое вот местечко прикольненькое. Здесь такая заглушечка была. С той стороны нету. А с этой стороны есть. Для какого-то, наверное, датчика. Должна она быть. Либо японцы подумали так. Наверное, цорбер надо установить здесь. Клапана. Ну, чтобы они не гнили. Не фига. Потом, не-не-не. Ну, дырку раз сделали, фиг бы с ней. Заглушку поставим. Ну, не, не фигня. Короче, давайте туда его на улицу, чтобы он там гнил. Нихуй не понял. Ну, очень интересно. Вот. И сделали его на улице. Короче, я сюда завел. Скажу вам сразу же, завести сюда провода просто так не получится. Поскольку вот эта вот белая фишка, она чуть-чуть побольше диаметра имеет, чем это отверстие. Поэтому я разогнул отверстие. Вот. Кое-как пропихнул одну сначала фишку. Потом, раздев пластмассовую оплетку провода, продел черную фишку, которая на вот такой вот спаренный клапан, такой вот тройничочек у него здесь. Вот. И потом взял саму резинку, разрезал ее с краю вот так вот, надел и вставил. В конечном итоге здесь надо будет так герметика навалить, чтобы это все было заклеено. Вот так вот я замочил ацербер. Ну, и я тут постепенно собираю. Короче, клапана будут лежать теперь вот здесь вот в запаске. Ну, а что нет-то? Пускай лежат себе. Ну, чтобы ошибку не выдавало. Они там будут себе там размыкаться, размыкаться. То есть они имеют определенное сопротивление, которое мозги постоянно считывают, контролируя этот, так сказать, самый процесс. Вот. И нужно определенное сопротивление, чтобы было. Все. Два клапана лежат под запаской. Я продолжаю собирать. Бампер я уже накинул. Вот так вот получается. Здесь он как-то должен здесь бампер по-хитрому крепиться. Я просто не понимаю, как это здесь. Наверное, только какая-то клипса должна быть, как вот на моей. Вот. Что здесь вот отверстие, здесь какое-то отверстие. Нафига? Ну, что-то как-то какая-то хитрая должна быть система быть. Как она должна здесь крепиться, я хрен его знает. Короче, я здесь вот стяжкой перекрутил. Вот. Стяжечкой. Вот ключок я уже поставил. Вот. Вроде что-то ключок встает. Фары накинул. Заднюю проводку на фары поставил. Поскольку я все снимал вместе с проводкой нафиг. Чтобы здесь ничего не мешало. Чтобы я никакой разъем не раздавил. Я там дофигища сделал лишней работы, которую не надо было делать абсолютно. Которая не нужна и никаких плюсов не давала. Ну, я ее сделал. Ну, что поделаешь теперь? Теперь уже ничего не сделаешь. Вот так вот. Так что сейчас собираем, собираем, собираем. И останется колеса вкинуть. Ну, стаканы прям вот прям огонь. Стаканы прям огонь. Вообще прям вот так вот. Ну, что, я все пособирал. Ну, как все. Практически все. То есть, вот оно на колесах. Здесь все на колесах. Порог стоит. Туда-сюда. Образговик еще передний не поставил. Ну, это поставлю. Ну, порог стоит. Все нормально. Здесь вот все. Прикрутил, прикрутил. Там все положил. Тросик положил. О, ключ ему лежит. Надо за уловой забрать. Ну, и осталось пропылесосить. Так, все поставил. Пороги поставил. Это поставил. Брызговики. Ну, бампер поменяют. Это поменяют. Арка вот так. Блин. Солнце светит в правый глаз. Так, номера не палим. Тут вот так. Все, проводку все поставили. Все, ништяк. Одна трубка, видите, вон в пакетике. Отгнила. Поменяют. Поставят новую. У меня, кстати, на моей машине была отзывная. По такой трубке. Может быть, у тебя такая же шляпка, кстати. Ну, и здесь вот так вот. Все собрали. Все поставили. Все, ништяк. Ничего не видно. Все хорошо. Клапон от Сорбера вот сюда. Пока что. Ну, скорее всего, в запаску положите. И все будет ништяк. И все. Все. Уехал. Уехал благополучно. Домой. Мы там заглушили трубочку. Нарезали в резьбе. В трубочке М4. М4? М4. Резьбу нарезали. Закрутили туда, короче, болт на эпоксидку. Ну, в тормозной магистрали. Закрутили болт. Она чуть-чуть подсывает. Там прям вот капельки еле-еле, короче. Но ездить можно. Ехать можно. Закажут трубку. С разбора приедет. Поставят. Потому что мы залезли на езист. А трубок нету, короче. Не продают. Но, возможно, это, кстати, и гарантийный случай. Который подзывной. Потому что в этом месте она сгнивает. Так что учтите, если у вас форстер такой же, поднимите ваше заднее сидение. И вот сюда, в это место, где у вас трубочки проходят через резинку, какое-нибудь масло туда налейте, что-нибудь. Чтобы оно там все промазалось. Потому что, возможно, оно там у вас тоже сгнивает. И гниет постепенно. Вот. Так что будьте аккуратны. На этом, в принципе, все. Всем удачи. И пока.